друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал деревенский дневник очень многодетной мамы и канал мать героиня ну что ж мои хорошие начинаем обозревать вчерашний лёлькин вечерний стрим сразу хочу сказать что свой обзор я разделила на две части первая часть это еще без уваровой первые 40 минут вы знаете вот честно вам хочу сказать вот уже обращаю внимание в который раз уварова приезжает уже конечно же далеко не первый раз да впервые она приехала к лёльке еще тогда когда лёлька вовсю жила жене бэй приехала насколько я помню она тогда как раз таки как знакомая жени б но не об этом речь ребят абсолютно не об этом вы знаете вот я смотрю на уваровую я понимаю что этого человека ну категорически всеми фибрами своей души просто не перевариваю у меня крайне редко такое бывает вот такая антипатия к человеку да даже бывает так что человек может быть тебе изначально визуально показаться каким-то неинтересным но в процессе беседы да в процессе вот общения ты понимаешь насколько человек интересен да или насколько он душевно наполнен здесь же вот что визуально у неё отталкивающая внешность не знаю ну понятное дело не для всех да я опять же говорю за себя что вот сама по себе вот это вот она зануда и зануд ее слушать абсолютно не интересно занудство спесь вот это высокомерие я умнее всех да она все может кричит поберуха да она все знает да она все умеет знаете в данном случае про уварову сразу хочется сказать но если вы такие умные чего ж вы такие бедные и сидите тут и собираете с людей да на минуточку все это относится непосредственно куваровой и конечно же к самой поберухи но поберуха естественно не бедная да и все прекрасно понимают почему приехала уварова с какой целью она приехала к поберухе нет не дарить кухню естественно нет у лёльки все это уже было это все все прекрасно понимают а конечно же проводить вот эти вот аферы дабы людей еще больше разводить на деньги вы знаете мне очень понравилось когда уварова сказала я жду не дождусь пятого ноль пятого чтобы уже вот бомбануть так бомбануть чтобы уже собрать как можно больше денег ребят представляете вот сидит тетка и пытается доказать нам людям зрителям да что она так радеет за карман поберухи так радеет за молочную кухню так радеет друзья мои вообще за все на свете да вот так переживает больше такое впечатление что ей неком переживать да у нее есть и дети у нее есть и внуки но ее интерес расположен непосредственно в туровке ну да понятное дело что в эти сказки могут поверить только обожатели поберухи ну что ж друзья мои начинаем обозревать вчерашний лёлькин стрим с самого собственно начала не успела выйти поберуха на стрим и тут же начала про уколы про свою задницу про банки да под анализы люль но это конечно очень важная информация но просто очень важная без нее твоему планктону точно будет не уснуть вот они обязательно должны быть в курсе событий какие тебе делают уколы какие тебе капельницы ставят сколько банок вот она этими банками ребят трясла их телеги под анализы да я никогда не знала что вот это вот надо показывать обязательно она бы еще сбор анализов бы показала вот это было бы вообще самое то понимаете но это просто нечто я говорит вы знаете я вышла к вам я говорит так по вам скучала скучала говорит по все по вам все выходные но говорит вы же сами видели но не было возможности вот отелы у коров и так далее люль ты знаешь а мы тебе верим мы тебе верим в то что ты скучала правда небольшое уточнение по денежкам своего электората да да здесь ты действительно сказала правду просто так скажем не договорила ну а далее рассказывает о том что ой приехала лена работает не покладая рук друзья мои да лена я так понимаю закрывают затыкают абсолютно все дыры знаете мне так смешно было смотреть их первый ролик на канале деревенский дневник когда как раз таки вот она показала что вот сейчас уже приехала значит вот это вот уварова да когда уварова ей борщ подносила лёлька сидела как барыня и ждала пока это уварова которая собственно да взрослая женщина ей поднесет тарелку с борщом потом значит лёльку она должна была вылечить помните лёлька об этом говорила потом еще на следующее утро ни свет ни заря уварова поднялась вместе с васей со светой с лёлькой в общем лёлька всю свиту свою собрала и отправились они на пастбище ребят это вообще просто что-то с чем-то ну и сейчас оказывается уваровой отдыхать абсолютно некогда уварова еще и косяки шурика да она значит все за всеми переделывает лёль ты загоняешь эту тетю лену уварову знаешь она у тебя тут и скопытится но мы с вами прекрасно понимаем что конечно же это все напускное друзья мои надо же показать какая она знаете умелица какая она вот все знает все вот она умеет все вот вот такая такая так а зачем было тогда шурика заставлять стелить этот линолеум да когда можно было дождаться спокойно вот эту вот уварова она бы все спокойно сделала лёлька и ты бы не трепала нервы шуриком а то уж такие нам тут рассказывала мы да я его просила да он сказал да я не хочу стелить линолеум она как ты не хочешь скоро родится ребенок ребенок должен жить в чистоте и в красоте боже мой но цирк устраивают ребят по заявкам как говорится лёлькиных телезрителей это какой-то кошмар короче уварова знаете мастерица на все руки что-то это и кого-то это мне напоминает ах да поберуху вот знаете они вот очень похожи ребят кто-то мне вчера из девчонок писал галь обратите внимание как они визуально похожи ребят вы знаете вот мне кажется они вообще сами по себе не столько даже визуально похожи да сколько они похожи вот вот этими своими гадкими мерзкими душонками уж прошу прощения да если заденущее это чувство но это лично мое мнение вы знаете я вчера на них посмотрела на стриме сидят две какие-то кикиморы болотные две какие-то жабы да причем мерзкие обе да и если бы вот знаете я не знала как уварова позволяет себе отвечать в комментариях как она там себя по-скотски и по-свински ведет у поберухи на канале я бы так честно никогда не сказала вот честно вам говорю да но видя как она как цепная псина поберухи там кидается абсолютно на всех не стесняясь выражениях значит она раз она оставляет за собой такое право оскорблять и унижать людей значит соответственно и мы имеем такое же право точно так же в подобном же ключе отзываться об этой мерзкой бабки вот для меня она мерзкая тетка вот просто мерзкая но что касается собственно поберухи но такая она вообще ребят это какой-то кошмар да вот это наглая морда вот действительно ее определение наглая бесстыжая морда которая вот такой мордой я так понимаю знаете была изначально самого самого начала вот тогда когда она легла собственно под этого борю да который был женат на минуточку у которого была семья несмотря на то что она была такая девочка божий одуванчик такая знаете худышка вся из себя глазки в пол я так думаю что все это было напускное я уже кстати об этом говорила друзья мои где-то наверное может быть два года тому назад а может быть года полтора тому назад что знаете вот мое первое впечатление про поберуху да ну как бы я ее уже начала смотреть когда она уже так заматерела когда она уже обнаглела два с половиной года тому назад она только пинка дала да вот под зад своему значит вот этому жене б но не два с половиной года назад нет получается меньше человек говорю ты чего и вру ты вам тогда да где-то вот получается ну по поменьше поменьше да но неважно а вы знаете когда я посмотрела ее старые ролики где она была прямо ну такая вся вот такая знаете спокойная умиротворенная такая все прави правильная я поняла что вот тогда на ней вот люди писали как она могла так измениться а я ребят знаете всегда считала что нет она не изменилась это она тогда вот эту маску на себя нацепила посмотрите я хорошая да а потом когда она вытурила положению б пинком под зад она как раз таки себя эту маску сняла и вот сейчас то какая она сейчас то какая она два года тому назад все правильно два с половиной года тому назад потому что она уже была беременна вероникой веронике 8 мая будет два года все да определилась так вот а вот сейчас ребят она действительно такая какая она есть она сняла с себя все маски и продемонстрировала свое истинное лицо короче ребят что значит с проектом представляете молочный цех друзья мои проект молочного цеха решили отдать для этого позвать сурена и его бригаду да тех самых которые работали с лёлькой очень давно но по итогу я думаю все прекрасно помнят как поберуха их обсирала прям поливала грязью только так но опять решила к этим людям обратиться очень интересно далее далее друзья мои а лелечка лелечка все-таки переживает что ну не получится сейчас у них с молочным цехом денег то они наберут но поскольку впереди роды все-таки лёлька ребят что и требовалось доказать сейчас деньги прокрутят на другое далее далее ей просто написали в комментариях предложили имя для тёлки но или для бычка который родится и она знаете так агрессивно сказала давайте я сама буду решать господи но настолько не тактично да тебе твои зрители пишут в любом случае можно было сказать как угодно как-то по-другому да да посмотрим да еще решим да время покажет и так далее но лёлька и здесь поставила на место своих обожателей сказав им что она решает все сама ну а далее друзья мои лёлька рассказывает то собственно что они уже решили между собой со своей вот этой вот уваровой что теперь надо летнюю кухню утеплить теперь надо фигу вот эту его кучу денег вложить именно в летнюю кухню утеплить ее сделать там конкретную канализацию провести там водопровод сделать все как должно быть с возможным расширением для молочного цеха молочный цех сказала поберуха будет по размерам такой же как и вот это вот летняя кухня да и будет молочный цех пристроен к летней кухне просто она говорит вот сейчас надо до морозов до холодов все это успеть сделать собрать денежки на утепление на канализацию на водопровод на полы на туда на сюда соответственно да вот они бегом бегом завтра уже 5 мая будут собирать с людей деньги вот она говорит чтобы я уже могла спокойно на этой летней кухне да уже возиться и зимой и собственно даже не переживать по этому поводу но а потом уже они займутся непосредственно молочным цехом который будет так скажем да пристроен вот этой молочной вернее летней кухне короче друзья мои лёлька с уваровой уже все посидели посовещались решили да видимо подумали что все-таки миллиона на молочный цех как мы с вами предполагали это конечно же маловато да надо подавить поконкретнее свой планктон и собственно вот решили замутить аж два проекта два в одном да сейчас значит вот тут вот как раз таки сделать конфетку из летней кухни вложив в это кучу денег опять же хомяков согласитесь ну а потом еще значит пристроить к нему молочный цех и там тоже все сделать короче бедные лёлькины хомяки хомяки я не знаю что вам вам тут ни второй ни третьей работы не хватит если вы будете устраиваться потому что лёльке надо денег как можно больше да правильно писали мои зрители тут уже пришла пора вам продавать свое движимое и недвижимое имущество дабы лёлькины вот эти вот хотелки реализовать ну и что лёлька сидит возмущается вот мол и работникам платить и за суды платить и за все платить плюс я тут беременная плюс туда плюс сюда поберуха кому ты это все рассказываешь кому мне просто интересно за все у тебя всегда платят твои обожатели ты палец о палец не ударила ты копейки никогда никуда не вложила ты даже в автокредит копейки единственной не вложила никакой все тебя платили твои ведроголовые обожатели ну с чем как говорится мы их и поздравляем да далее далее разговор про шурика но там совсем не интересно опять же вам уж делаем вид что шурика нет шурик уехал куда-то там работать поберуха и сама не знает даже куда но говорит я ему благодарна что он приехал что он мне все-таки помог то есть да ребят настолько лайтово говорит про шурика что сразу становится ясно что шурик благополучно себе сидит в туровке как говорится и вуз не дует я не буду воспитывать мужчину которому 36 лет вы меня увольте у меня огромное количество детей и я занимаюсь их воспитательным процессом в этот момент ребят когда она это сказала я чуть было не подавилась кофе потому что лёлька и воспитательный процесс лёль хорошо что ты еще помнишь пока имена своих детей да горячо любимых потому что вот как и вижу я тебя это ты значит просыпаешься продрав глаза да отвезешь там вот этих вот детсадовцев детский сад и все и потом мотаешься везде лишь бы только дома не оставаться со своими детьми какой там воспитательный процесс мы никогда не видели чтобы ты как мать села со своими детьми что-то там делать и рисовать читать да этого даже никогда не было даже на канале мать героиня где контент сам кричит за себя о том что ты должна была показывать себя и собственных детей да и ваш вот этот вот день даже там такого не было никогда уж про этот канал я вообще молчу растут как трава в поле предоставлены абсолютно сами себе собственно вот чу из них и вырастает друзья мои продолжение следует пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока до новых встреч удачи